МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Блудный сын», «Шотландская симфония», «Серенада» и «Аполлон». Это первые балетные постановки в этом году. А все подробности о премьерах мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И на студии сегодня Эльдар Алиев, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра. Здравствуйте. Ирина Сапожникова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, солистка балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Здравствуйте, Ирина. И Анна Самострелова, солистка балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть. Поздравляем вас сразу с четырьмя премьерами. И мне сразу, наверное, хочется задать вопрос к Эльдару. Вот в недавнем интервью вы сказали, что работа «Баланчина» не только дополняет репертуар театра лучшими образцами неоклассического стиля, но они выводят труппу на принципиально новый уровень. Давайте об этом поговорим немножко. Действительно так. Если в сюжетном балете артисту есть за что спрятаться, можно спрятаться, давайте скажем так, за костюм, можно спрятаться за декорацией, можно спрятаться даже за сюжетную линию, то в балетах «Баланчина» спрятаться не за что. У тебя нет декораций, у тебя нет костюмов, у тебя идет чистый текст. И вот здесь ты должен себя проявить в полной мере. Ты должен показать, на что ты способен. При том, при всем, что изменение хореографии недопустимо. Ты должен танцевать и должен исполнять все то, что было задумано хореографом, так, как это было задумано, и донести до публики именно то, что задумал хореограф. Ты, конечно, можешь привносить свои нюансы, расставлять свои акценты, но порядок движения и само движение должно оставаться неизменным. Вот, наверное, Ирина вам больше об этом расскажет. И Анна тоже, поскольку обе наши балерины принимали участие в премьерных спектаклях и сталкивались со всеми сложностями хореографии Баланчина. Да, давайте действительно об этом поговорим. Безусловно, балет — это всегда сложнейший вид искусства, это всегда тяжелая работа, серьезная. Ну а тут сразу четыре таких интересных постановки, виртуозных, можно сказать. Давайте, наверное, поделитесь своими эмоциями. Самая большая служба для меня была, по крайней мере, в темпе, что очень быстрый темп и очень сложная техника. И нельзя отходить ни от хореографии, так как недопустимо никаких изменений. И, если честно, приходилось все перебарывать. И в самом начале, и в середине. Но в конце я получала удовольствие на спектакле. И надеюсь, что зрители получали точно такое же удовольствие. Мы в этом просто уверены. Ирина? Да, я согласна с Аней, что такая разница есть между тем, что мы привыкли танцевать классику, наши подходы привычные для нас. Здесь немножечко другие руки, другие препоросины, как мы говорим. И мелкая техника, это, вы знаете, надо немножко перестроить было все тело, перестроить даже в голове, скажем, темпы, подходы. И это нужно вбивать, вбивать в тело, доводить до автоматизма. Но действительно, в итоге, когда мы уже, у нас были подряд премьерные дни, и, ну, наверное, к третьему спектаклю мы уже расслабились и получали удовольствие. Настоящее. Прямо очень приятно. Ну, вот, в этом-то и прелесть хореографии была начинана. Потому что, когда начинаешь готовить эти спектакли, кажется, что да не сделать это, и это не сделать, и это неудобно, и то неудобно. И здесь вроде как не в свою сторону, не в свою сторону, я имею в виду в балете, как и в обычной жизни, есть правшие и левшие. И вот, была начинана поставлена вправо, несмотря на то, что ты левша, и ты должен это делать вправо. И менять это на левую сторону нет никакой возможности. И думаешь, да нет, ну ладно, вот уже танцевать это не буду, пускай станцует другой состав. Ну, потом подходишь к спектаклю, выходишь на спектакль, и самое приятное ощущение – это ощущение того, что ты это сделал, того, что ты это станцевал. И с каждым спектаклем ты больше и больше входишь в его хореографию, все больше и больше начинаешь понимать, что за этим стоит. И что диктовало эту хореографию, самому было начинан. Ну, я правильно понимаю, что такая работа, получается, что развивает артиста, она открывает какие-то новые страницы в его творчестве, и уже какое-то даже, может быть, новое направление. Ну, вот поэтому я и сказал в своем предыдущем интервью о том, что это выводит труппу на новый уровень, на принципиально новый уровень, потому что в старинных классических балетах, особенно в романтических балетах, мужчинам особо и делать-то, в общем, нечего. Основной акцент делался в хореографии на женщину. У Баланчина тоже ориентировался на женский танец, в основном, по нескольким причинам. Одна из причин была та, что, приехав в Америку, он просто не имел мужского состава, и женский состав труппы, в общем-то, был не особо сильен. Поэтому он делал то, что ему позволяло труппу, а труппу позволял ставить балеты на женщин. И поэтому вот в данном случае, когда мы столкнулись с работой над «Блудным сыном», спектакль, который, в общем-то, балет, который был сделан в период русских сезонов, диагелевских русских сезонов, здесь львиная часть работы приходится на мужской состав труппы. Это было отрадно. Ребята, в общем-то, включились в работу с энтузиазмом и показали замечательные результаты. И в шотландской симфонии там есть, что мужчинам поделать так же. Вы ведь тоже танцевали в шотландской симфонии. Да, да, и очень рад тому, что в моей жизни был вот такой вот этап в моем творчестве. Да, это было интересно, это было приятно, это было неожиданно для меня, для самого, потому что, в общем-то, таким вот романтическо-классическим танцовщиком я никогда не был. Оттуда вдруг вот такую партию мне как-то доверили, и я танцевал на протяжении долгого времени. А вот мы немного уже остановились чуть подробнее на постановках. Хочется, конечно, о каждой поговорить, и у нас есть сегодня такая возможность. Вот, например, «Серенада». Ведь именно этот спектакль он сделал, был начиная известным, сколько мне известно, в Америке, да? И там очень необычный рисунок, так как у него в трупе было 17 балерин, нечетное количество, да, все это вызывает какие-то сложности. Вот вызывали ли у вас подобные моменты сложности? Ну, сложности у нас вызывало другое. Нам необходимо было одеть всех наших девочек, всех наших артистов в голубые купальники, то есть подчеркнуть все дефекты фигур, если таковые имеются, да? Поэтому нам очень важно было сделать так, чтобы занавес поднялся. И вот когда зрителю представлена была первая картинка, в зале раздались бы аплодисменты. И аплодисменты были. Значит, мы, в общем-то, достигли своей цели. Заслуженные. Ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что подготовка премьеры всегда несет, накладывает какие-то обязательства на ведущих солистов, на солистов. И, как выяснилось, на кардебале тоже. Девочки быстренько себя привели в форму, девочки быстренько себя подтянули. И те аплодисменты, на которые мы рассчитали, были, в общем-то, получены. Действительно, если посмотреть на фотографии с премьеры, я тоже вот заметила, что рельефы тела, эти тени, это потрясающая красота, конечно. Вообще, мне кажется, это балет даже не для солистов. Это вообще такой общий балет, где кардебалет точно так же может выглядеть, как и солисты. Они могут показать все свои возможности, так как там очень много сложных движений, прыжков, очень сложные перестроения в рисунках. И я думаю, что девочкам очень нравилось. И нам приезжали из Санкт-Петербурга помогать. Так что мы очень были счастливы. Я вот вижу, что у вас такие исключительно положительные эмоции все-таки, да, несмотря на то, что колоссальный труд. Все новое, мне кажется, всегда приносит что-то позитивное. Действительно, балеты потрясающе красивые. Да, Эльдар, что-то хотели сказать? Я хотел у вас спросить, вы приходили, смотрели спектакль? Я еще нет, к сожалению, но я обязательно приду. Ну, мы вас ждем на следующий спектакль, так что приходите, действительно получите удовольствие. Колоссально, к сожалению, Сергей Надова не увидите. На следующем нашем представлении, но увидите три других замечательных балета. Давайте поговорим и об остальных спектаклях чуть более подробнее. «Аполлон» — это особенный спектакль. Этот спектакль также был создан, был начином в период его содружества с русскими сезонами, с дягилевскими сезонами. Этот спектакль был создан, этот балет был создан в содружестве с композитором, с Троинским. Это очень специфический балет. Этот балет нужно смотреть, давайте так скажем, полностью в него войдя. Этот балет нужно смотреть не так, как мы обычно привыкли смотреть зрелищные спектакли, не так, как мы привыкли обычно смотреть просто сюжетный балет. А этот балет нужно смотреть, скажем так, шепотом. Вот я бы так, наверное, выразился. И с каждым спектаклем, с каждым просмотром зритель для себя будет открывать все новое и новое. Поэтому это довольно стильный спектакль, это довольно интересный спектакль. Спектакль, в общем-то, всего четыре человека на сцене, не считая эпизодических трех партий. И поэтому, особенно в год 135-летия Стравинского, я думаю, что, в общем, этот балет нужно смотреть с особого внимания. Все эти четыре постановки, постановки вообще Джорджа Баланчина, это всегда, точнее, балет Джорджа Баланчина, это всегда, как мы говорим, уход, наверное, от каких-то костюмных историй, от истории с сюжетом. Это больше танцор, его движение. И вот как, например, в театре в драматическом, когда мы приходим к малым формам, то, естественно, понятно, зачем это делать. То есть больше внимания привлекается к игре артиста. Вот нужно, как вы говорите, войти вместе с ним в эту постановку, пережить вместе с ним. И вот мне интересно, понятно, что на первом месте у балетных танцоров танец в данном случае, а что касается драматической наполненности, приходится ли вкладывать больше себя в роль, в образ? Ну, творчество Георгия Баланчевадзе, как называли, как стали именовать Джорджа Баланчевадзе в Америке. Он сам вообще выходец из Грузии, человек горячих кровей, как говорится. И мы, конечно, отдаем ему все лавры создания нового стиля классического балета. Но Баланчин также создавал и сюжетный балет. Он создавал, и у него есть версия его «Щелкончика», у него есть его версия «Дон Кихота», есть версия «Сна в летнюю ночь». Я могу перечислять эти спектакли. И если смотреть, например, «Щелкончик», ты никогда не скажешь, что это один и тот же хореограф создал «Щелкончика» и «Серенаду». Ну, вот, например, в «Щелкончике», особенно в первом акте, там вообще такое... Там все больше поставлено на игре актерской, там больше поставлено вообще на другой пластике. И в этом-то и прелесть творчества Баланчина. Поэтому я думаю, что мы будем продолжать знакомить нашу публику с творчеством Баланчина и в дальнейшем. И будем представлять разные грани, в общем-то, его таланта. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о премьерах приморской сцены Мариинского театра. 50 лет, скоро 20 апреля, если не ошибаюсь, исполняется с момента мировой постановки, мировой премьеры балета Кармен Сюита. Этот спектакль также перенесен с исторической сцены Мариинского театра на нашу приморскую сцену. Расскажите о нем. Интересна очень история прихода этого спектакля к нам. Ну, до прихода этого спектакля мне удалось поработать с самим автором, с Альберто Алонсо. Я пригласил его, будучи директором американской труппы, я пригласил его сделать этот спектакль на нашу труппу. И, в частности, на себя, потому что я, в общем, уже планировал уход со сцены. Это был один из моих последних спектаклей, в котором я участвовал. И я очень много слышал от самого автора об его создании. Для этого нужна отдельная передача, я сейчас не буду на это отвлекаться. Но что меня потрясает в этом спектакле, это его концепция. Его концепция и его хореографическая лексика. Это два момента, которые никогда не дадут тебе спутать этот спектакль ни с каким другим спектаклем. И, конечно, музыкальное произведение «Щедрина», которое было написано специально под эту постановку. Писалось оно, как мне рассказывала Майя Михайловна Плесецкая, на кухне. Вот сидела Альберто, сидела Майя Михайловна Плесецкая и «Щедрин». Что мы сейчас делаем? Мы сейчас делаем вот это. Шел, писал, аранжировку приносил, и на следующий день шли в зал и делали спектакль. Вот так шедевры и создаются обычно. Поэтому приход этого спектакля я ждал. Мне было очень интересно, каким этот спектакль будет выглядеть на нашей сцене. Нам очень повезло, я считаю, в том, что у нас была Кармен. Потому что если в трупе нет Кармен, спектакль это делать не нужно. И этой Кармен у нас, в общем-то, являлась Ирина Сапожникова, которая и до сих пор является единственным составом, единственной исполнительницей этого спектакля. Но вот, наверное, Ирина поделится с нами своими ощущениями исполнения этой партии. Конечно, Ирина. Ну, правда, про этот спектакль можно говорить очень много. Наверное, главное, что я хочу сказать, это, что это просто большая честь для меня вообще танцевать этот спектакль. Я, конечно, испытывала огромные сомнения и комплексы. Вообще, я очень сомневающийся в себе человек. Я как бы очень тяжело в это входила. Но сейчас я получаю просто неописуемое удовольствие, когда я танцую этот спектакль. И каждый раз, по моим ощущениям, каждый раз этот спектакль получается немножечко другой. Не бывает. Вот Кармен такая, как вчера или такая, как месяц назад. Просто такая музыка, она тебя... Ты каждый раз находишь какие-то краски разные. Это спектакль просто счастье для балерины танцевать в такой спектакль. Я просто благодарна руководству и судьбе, что у меня в репертуаре есть этот спектакль сейчас. Наверное, это один из тех спектаклей, где очень сложно учить текст. Потому что почерк хореографа отличается от почерка любого другого хореографа. Почерк Альберта Алонсо отличается в корне от почерка любого другого хореографа. Но вот войдя в этот текст, выучив порядок движений, здесь уже можно идти над текстом. И вот лимита этому нет. То есть каждый спектакль, Ирина абсолютно права, каждый спектакль будет совершенно другим. И сам не понимаешь, от чего это зависит. Во время исполнения этой партии вдруг что-то в тебе... Куда-то тебя начинает вести, и ты даешь себе себя вести, и вдруг куда-то оно тебя приводит, и ты думаешь, опа! И что-то такое получилось, что ты совершенно... То, чего сам не ожидал. Ну вот, по крайней мере, это мои такие ощущения по этому спектаклю. Поэтому здесь... Это одна из тех работ, от которой получаешь удовольствие, исполняя ее. Вообще год этот богат на юбилеи. Вот, как мы же сегодня говорили, 135-летие со дня рождения Стравинского, да? И есть также балет «Жар птица» в репертуаре. Расскажите о нем. Анна, я думаю, вы тоже скажете нам, так как исполняете ведущую партию. Ну, перед тем, как сказать слово Ане, я хочу сказать два слова об этом спектакле, который мы поставили в театре в этом... в 2015 году. И, наверное, женская партия в этом спектакле, ну, без лукавства говоря, будет, наверное, одной из самых сложных в женском репертуаре. Вот мне так кажется. По крайней мере, так мне говорит Ира, исполнительница. А до Иры еще говорили другие западные исполнители, американские исполнители. Но вот сейчас у нас готовится новый состав. У нас Анна вводится в спектакль, и Анна проходит через все эти «Муки и Ада» с этим вводом. Вот теперь Анна расскажет. Про «Муки и Ада» и расскажет. Про «Муки и Ада» и расскажет. Да, меня все пугали, когда я так и приехала сюда, что это один из самых сложных спектаклей. Вот Ирина говорила, что сложнее она не танцевала ничего, хотя тот же самый «Корсар» или «Лебедины» — это тоже очень технически сложные балеты. Да, здесь просто сложность в том, что музыка Стравинского, она очень сложная на восприятии. И иногда у него очень сложно понять, где какие-то акценты. А в хореографии Ильдара Аливы просто еще она усложняется тем, что она очень сложная технически, очень много мелких вращений, сложный дуэт. И вот мне всячески помогают сейчас, мы начинаем репетировать. Надеюсь, что все получится. Мне очень интересно, и мне кажется, что это балет, мне кажется, что он похож на «Лебединое» чем-то, потому что здесь совершенно два разных образа — жар-птицы и царевны. Которая танцует одна и та же исполнительница. Да, и совершенно можно по-разному показать себя, быть прекрасной, нежной царевной и очень яркой, жгучей, дерзкой жар-птицей. Наверное, так можно сказать. Но я надеюсь, что все получится. Мучается, молчит, не жалуется. Я буду стараться, да. Мы уверены, что все получится. Удачи вам с этой интересной очень работой. Действительно, когда у артиста есть возможность принять на себя сразу два таких ярких разных, тем не менее, образа, это очень здорово. Также ожидается самая, наверное, долгожданная премьера — это «Спящая красавица». Расскажите об этом. «Спящая красавица» действительно долгожданная. Почему? Потому что опыт работы во Владивостоке показал интерес публики к сюжетным спектаклям, на которые можно прийти всей семьей, на которые можно прийти и присутствовать на двух-трех часах праздника. Вот такой праздник мы подарили Владивостоку сделать здесь щелкунчик. Вот такой праздник мы подарили, перенося сюда «Корсар». И вот сейчас мы действительно считаем, что Владивостоку очень нужна «Спящая». Он его просто ждет. Не знаю, почему я так считаю, но вот мне так кажется. Мы посмотрим, как этот спектакль будет принят. Это не новаторская работа. Это практически перенос версии Мариинского театра с какими-то изменениями. Естественно, я сделал адаптацию этого спектакля. Естественно, мы используем декорации, которые создавались к этому спектаклю Вячеславом Окуневым. Очень красивые декорации, очень красивые костюмы. Этот спектакль мы делаем в рамках культурного сотрудничества с Японией. Поэтому этот спектакль к нам приезжает из Токио. А спектакль в Токио я сделал в прошлом году. Поэтому, в общем-то, эту работу мы ждем. К этой работе мы приступили. Так что сейчас нагрузка на трупы очень большая. Поскольку репертуарные спектакли, для тех, кто не знает, идут у нас, в общем-то, каждую неделю. Идет полностью наш репертуар. Вот у нас сейчас будут спектакли «Балачина», затем у нас идет «Корсар», потом у нас идет «Жар птица». И это все на фоне текущего репертуара готовится новый спектакль, такой, как «Спящая красавица». А «Спящая красавица» – спектакль очень-очень большой. Ну, очень красочный, очень музыкальный и очень семейный. И сложный. Сложный, опять-таки, для «Авроры» сложный. Действительно, сезон очень богат на премьеры. И при этом вы, Эльда, распеваете еще и давать мастер-классы. Расскажите об этом. И вообще, почему это так актуально? Почему важно и зрителю приходить на них, да, и слушать о том, как рождается балетный спектакль? Ну, ко мне обратились с просьбой провести этот мастер-класс. Хотя мастер-класс в моем представлении выглядит несколько иначе. Для меня мастер-класс выглядит в зале, в репетиционном, с артистами. И обучению артистов, в общем-то... На площадке непосредственно. Ну, конечно, конечно. Мастер-класс с публикой я провел... Мастер-класс с публикой я провел впервые. Ну, если так удобно называть, давайте оставим такое название, да, мастер-класс. Мне было очень важно почувствовать публику, мне было важно ее ощутить, ощутить и почувствовать эту публику, свою публику ты можешь только со сцены. Находясь в зале, ты ее можешь как-то так... Давайте так, скажем, просмотреть. А почувствовать, войти в публику, ты не сможешь, находясь в зале. Ты должен быть напротив. И мне было важно посмотреть, а вообще вызовет ли это интерес публике. А кому-то интересно со мной встречаться. А кому-то вообще интересен балет нашего театра. А кому-то вообще что-то интересно. Билетов не было. Вот этот зал был распродан. И публика была довольно активной. Мы планировали провести часовую встречу. Встреча затянулась на полтора часа. Публика была довольно-довольно-довольно заинтересованной. Даже какие-то вопросы задавались, которые меня просто удивляли. И я, не скрывая своего удивления, спрашивала, а вы это откуда знаете? А вы где это вычитали? Вот как-то вот так. Было очень приятно. Я не знаю, мы подумаем, может быть, будет иметь смысл продолжать эту практику. Я уверена, что да. И здорово, что действительно зрители приятно удивляют. И вы тоже это делаете. Спасибо вам за такое огромное количество премьер. Удачи. Нам, к сожалению, пора заканчивать наш разговор. И мне бы очень хотелось, чтобы напоследок вы пригласили всех наших телезрителей на предстоящие премьеры Мариинского театра. Ну, конечно, мы здесь для публики, мы здесь для города, мы здесь для нашего зрителя, поэтому нет больше награды для нас и для артистов, как видеть счастливые лица в зале, как слышат аплодисменты зала, как видеть восторги на лицах нашей аудитории. Так что приходите к нам, мы вас ждем и вас очень любим. Спасибо вам, мы вас тоже очень любим. Спасибо за то, что нашли время сегодня к нам прийти. Спасибо вам за приглашение. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом.